А можно ли было разобраться с числом корень двух, или с числом корень из трех, или даже с числом корень из шести? Можно ли было с ними разобраться, все-таки формально выполняя операции логалитма Евгелия? Я напомню, что когда вы одно число делили с остатком на другое, помните, что в 2020 делили с остатком на 42, это было 48 умножить на 42, мы брали дробь, выделяли целую часть, писали сначала 4 42, а дальше очень важная вещь, заменяли на единицу, деленную на 45 четвертых. Вы, господа, мы ровно так же можем делать не только с этим числом, но вообще с любым вещественным числом. Вот у нас есть корень из трех, это единица, там дальше, 4 десятых и так далее. Значит, целая часть, или вот, единица. А дробная часть, это корень двух минус один. Дробную часть заменим на единицу, деленную на что-то. Замечательно. Что для этого нужно сделать? Просто, ну, как и пишем. Единица, деленная на единицу, деленная на корень из двух минус один. Единственное, что здесь корень из двух оказался в знаменателе. Есть стандартный способ по-моему. Умножение числителя и знаменателя на сопряженное число. Здесь у нас будет... Это не сопряженные в спрессе алгебры, потому что сопряженным в спрессе алгебре было бы минус корень из двух минус один. Ну, уж не буду, потому что все равно и здесь, и здесь минус, и здесь, и здесь ничего от этого не будет. Важно, что в знаменателе оказывается единица. И значит, мы получаем число вот такое. Это совершенно замечательно. Совершенно замечательно. Для корней двух мы получили сюда чудненькую форму. Два плюс дробная часть. А дробную часть мы опять можем записать как единицу, деленную на корень из двух плюс один. А здесь опять можем вычесть двойку, и получится корень из двух минус один. И так далее, и так далее, и так далее. И мы получаем замечательное равенство. Корень из двух при разложении в цепную дробь имеет вид единица, точка с запятой, а дальше подряд идут двойки. Вот так работает алгоритм Ивклида для корней из двух. Вот так число корень из двух разлагается на бацепной дроби. Давайте идем дальше по списку. Единица плюс корень из пяти, золотое сечение. Но это вообще-то действительно знаменитое число, потому что при разложении в цепную дробь мы получаем целую часть равную единице. Дальше нужно написать вот так. Как водится, полезно умножить числитель и знаменатель на корень из пяти плюс один. Вверху получается четверка, она с двойкой сокращается. Но еще числитель и знаменатель разделим на два, и мы получаем совершенно роскошную форму. Единица, деленная на то же самое золотое сечение. А его мы опять при помощи нашей формулы можем написать, как единица, деленная на один плюс один разделить на корень из пяти плюс один. Ну и так далее. Значит, золотое сечение, единица плюс корень из пяти пополам, записывается даже проще, чем корень из пяти плюс один. То есть корень из пяти замечательный, у него периодически все, и два, 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 на бесконечности. А у золотого сечения еще лучше. Просто все элементы в единице. Хорошо. Хорошо. Берем корень из трех, корень из трех чуть-чуть больше, чем 1,7, поэтому целая часть это единица. Здесь надо написать корень из трех минус один. Ну, вы уже привыкли. Три минус один это два. В знаменателе корень из трех плюс один. Корень из трех плюс один пополам. Ну, примерно 1,7 плюс один это 2,7, то есть целая часть опять равна единице. Один плюс один разделить на один плюс корень из трех минус один пополам. Хорошо. Единица, деленная на единица плюс корень из трех минус один. Корень из трех плюс один. Я подробно считаю, но, в общем, конечно, любой из вас это прекрасно понимает. Числитель сокращается с двойкой. Получаем единицу плюс единицу, деленную на один плюс единица, деленная на корень из трех плюс один. Смотрите, что получилось. То есть, здесь родила двойка. То есть, корень из трех это единица плюс единица, деленная на единицу плюс единицу, деленная на два. Так? То есть, два плюс корень из трех минус один. Но мы с вами помним, что такое корень из трех минус один. То есть, здесь единицу перенести, то корень из трех минус один это фактически вот это. Значит, если мы продолжим наш процесс, то мы получим здесь опять один, два, один, два и так далее. И корень из трех выглядит сложнее, чем вот эти вот дроби, потому что хоть дробь периодическая, но у нее период чуть-чуть другой. Один, два, один, два, один, два, один, два и так и без конечности. Все время один, два, один, два, один, два. И тут. Идея понятно? Последнее упражнение, которое мы сделаем, давайте все-таки сделаем документы из шестинга. Потому что, конечно, потом мы докажем, что так будет для любого, для любой квадратичной нерациональности. Если написать квадратное упражнение с целыми коэффициентами и решить его, оказывается, всегда будет так. Но это потом. А пока надо просто привыкать. Давайте привыкать. Корень из шести это чуть-чуть больше, чем два. Поэтому это будет два плюс корень из шести минус два. Очень хорошо. Очень хорошо. Умножаем. По формуле разности квадратов шесть минус четыре. Это будет два. Итак, корень из шести чуть больше двух. Поэтому вот этот чуть больше четырех. Надо выделять в поле. Корень из шести минус два. Разделить на два. Так, мы продолжаем нашу работу. Когда ты умножаешь на корень из шести плюс два, возникает шесть минус четыре, с двойкой сокращается. Поэтому здесь будет корень из шести плюс два. И таким образом курием из шести записывается на следующий способ. Целая часть двойка. Потом идет два, четыре, два, четыре. И так до бесконечности. Между прочим, период совершенно не обязательно такой короткий. Бывают числа, которые совершенно огромные. Мы еще, когда мы до уровня непильной дойдем, будем говорить про это. Совершенно огромные периоды. Ну вот, по крайней мере, четыре довольно интересные цепные дроби мы выписали. Я, в порядке упражнения, очень советую написать корень из пяти. Потому что, вот, интересная вещь, да, у нас корень из пяти есть, но он в виде золотого сечения. А можете ли вы написать самостоятельно корень из пяти? Савел Васильевич, подождите, подождите. Не стирайте. Да. Можно вопрос? Я ничего не понимаю. Да. А откуда у нас четыре? Четыре? Там было же два, два, два и вдруг четыре. Отсюда? Я просто подумал, что все уже, что-то, примут к таким вещам. Корень из шести – это два с небольшим. Здесь целая часть будет четыре. И мы сведем дело к работе с числом корень из шести минус два. А корень из шести минус два у нас сначала уже, вот оно уже было. Ну и дальше опять пойдет. Два четыре, два четыре. А, слушайте, здесь есть подозрение, что я обсчитал. Есть. Давайте я сделаю вот так. Обозначим эту дробь буквы «Х». И дальше напишу так. «Х» – это есть двойка. Плюс единица, деленная на двойку. Плюс единица, деленная на вот это. Ну а что это такое? Это вообще-то «Х» или «2». Вот если мы с вами сейчас решим это уравнение, то замечательным образом у нас должно получиться «Х» корень из шести. Решаем. Числитель и знаменатель умножаем на «Х» плюс два. Получается, что «Х»… Так, здесь «2х» плюс 4, «2х» плюс 5. Уножаем обе части на «2х» плюс 5. Так, «4х» плюс «Х» и «5х» уничтожаются. Получается уравнение «2х» в квадрате – это 10 плюс 2. «Х» квадрате – это 12. Значит, «Х» в квадрате – это 6. Ну, «Х» больше нуля, очевидно, потому что если целая чесла, значит «Х» – это квалифичность. Проверим? Проверим. Проверим.